Евросоюз может пригласить третьи страны за стол переговоров, чтобы положить конец противостоянию между Грецией и Турцией вокруг запасов энергоресурсов в Восточном Средиземноморье. Об этом заявил во вторник председатель Евросовета Шарль Мишель, посетивший Афины. В воскресенье турецкое исследовательское судно «Оручрейс», которое в течение месяца вело разведку в районе, рассматриваемом Грецией как её исключительная зона, вернулась в порт для техобслуживания. «Мы обсудили идею провести многостороннюю конференцию, потому что в дополнение к двустороннему диалогу, вероятно, есть необходимость самым разным странам сесть за стол переговоров и обсудить все эти вопросы». Учитывая, что у нас накопилось достаточно поводов, мы готовы начать переговоры немедленно. Хотел бы ещё раз подчеркнуть, что в ожидании начала официальных переговоров следует провести с Турцией предварительные консультации относительно главного пункта расхождения – демаркации морских зон, исключительно экономической зоны в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. «Евросоюзу предстоит принять непростые решения в отношении Турции», – заявил в свою очередь, выступая перед Европарламентом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «То, что случилось этим летом, недопустимо. Турции следует воздержаться от односторонних действий. Это первое условие для начала диалога». Для введения экономических санкций против Анкары и запрета на продажу оружия необходимо согласие всех 27 стран-членов ЕС. Этим летом Греция заключила с Италией и Египтом соглашение о разграничении морских зон. Анкара заявила, что не признаёт его, и направила исследовательское судно для разведки на морском шельфе близ острова Кастелариза.